Библейский портал экзегет.ру представляет Пройдя через опыт жизни, послушание Богу, смерти, тем самым дает человеку и всему человечеству возможность спасения про то, как уже в Ветхом Завете многое было сказано о превосходстве сына над ангелами, берутся разные цитаты, а и вдруг в конце пятой главы автор говорит, да вот уже вы должны были бы знать это все сами, хватит вам уже словесное молоко пить, пора переходить к твердой пище, и в шестой главе он вдруг начинает говорить примерно о том же самом, но как бы на следующем уровне. Так что оставим самые начатки Христового учения и обратимся к его полноте. Зачем нам заново класть основания, говоря о покаянии в дурных делах, о вере в Бога? Зачем учить о крещении, возложении рук, воскресении из мертвых и о вечном суде? Впрочем, так и поступим, если Бог приведет. Да, он перечисляет то, что он не будет сейчас подробнее обсуждать. Но надо обратить внимание на какие-то особые моменты. На какие? «Ведь тех, кто уже однажды был просвещен, кто вкусил небесного дара, кто стал причастен Духу Святому, познал вкус благого Божьего Слова и действия сил будущего века». Собственно, это описание верующего. Да, просвещен, причастен Духу, познал вкус Слова и действия сил. Он не просто крестился, мог бы им сказать, кто крестился, или кто там молится. Нет. Тот, кто имеет этот опыт жизни в церкви и в духе. А затем отпал. Таковых невозможно еще раз обновить покаянием, когда они сами в себе распинают Сына Божьего и выставляют Его на позор. Вот здесь скандальное и неприятное место. Покаяться не получится. Как? Не весь ли Новый Завет про то, что можно покаяться? Да нет, невозможно обновить покаяние. Но точно то же мы видели и в Евангелии, когда говорилось, что хулана Духа Святого не прощается. Почему? Почему есть какие-то отдельные грехи и, пожалуйста, полный список, которые нельзя смыть покаянием? Да нет, здесь не о том, что какие-то особо тяжелые грехи не смываются покаянием. Здесь говорится о том, что те, кто отпали сами от благодати, те, как ты обновишь покаянием того, кто отрицает действия Духа, того, кто сбрасывает все это с себя, того, кто, в принципе, не хочет в этом всем участвовать. Он отказался от этого. Точно так же, как и в Евангелии, хулана Духа Святого, то есть отрицание действия Святого Духа, тем самым выводит человека из сферы его действия. Вот они сами в себе распинают Сына Божьего, выставляют его на позор, то есть они продолжают делать то, что было сделано на Голгофе и оказываются со стороны распинателей. Если они прекратят это делать, наверное, возможно, все. Но пока они в этом положении, там покаяния нет. Смотрите, часто покаяние понимается как некое формальное извинение перед Богом. Ну, извини, пожалуйста, что-то у меня не получилось. И дальше все то же самое. Но покаяние – это именно жизнь в Духе, которая преображает человека. Если он от этого отказывается, покаяние не действует, его просто нет. Если земля пьет часто сходящие на нее дождь и рождает всходы, полезные для тех, кто ее обрабатывает, она принимает благословение Божие. А если она приносит колючки и терн, она никчемной будет проклята, участь ее сгореть в огне. Ну, то есть, вот, собственно, принимает ли земля этот самый дождь, приносит ли она добрые плоды с человеком, то же самое. Если он не приносит, каким бы он ни был, это все бесполезно. Испугал он их, похоже. На Хосьмой говорим так, возлюбленные мы уверены, что у вас все прекрасно, и вы стоите на пути спасения. Ну, да, конечно, такая риторическая фигура, напугать потом, сказать, ну, это не про вас. Бог чушь неправде. Он не забудет, как вы трудились по любви, которую вы проявили к нему в прошлом и нынешнем вашем служении святым. То есть, любовь к Богу – это служение святым, то есть, служение другим верующим, другим христианам, а не просто разговоры о чем-то прекрасном, но абстрактном. Но мы желаем, чтобы каждый из вас до конца проявлял прежнее усердие. Так надежды ваши исполнятся. Так вы безо всякой лени будете подражать тем, кто по вере своей терпении и получил обещанное наследие. Бог дал это обещание Аврааму, и раз не было никого выше него, он поклялся самим собой, сказав, благословением тебя благословлю, множество потомков твоих умножь. Вот смотрите, сразу от этих горьких и острых предупреждений он переходит как раз к благословениям и прочим вещам. Бог дал благословение Аврааму, обещал ему умножить, и при этом, говорит автор, поклялся самим собой. Да, обычно клянуться чем-то высшим. Тут не было ничего высшего, поэтому Слово Божье клятва самим собой, клятва, которую Бог дает от своего имени в любом случае. И вот, собственно, угроза не в том, что все у вас будет плохо, а угроза в том, что смотрите, что вы рискуете потерять. И Авраам, проявив терпение, получил обещанное. Люди клянутся чем-то высшим, и клятва окончательно разрешает любые споры между ними. Так и Бог прибег к клятве, чтобы заверить непреложности своего решения тех, кто должен унаследовать обещанное. Так что непреложное обещание с клятвой, а ни в том, ни в другом, не может Бог солгать, то есть ни в обещании, ни в клятве, придает дерзновение нам, кто прибег к нему и твердо надеется на будущее. Ну вот, после такой угрозы, шестая глава, она посвящена больше такому краткому выяснению отношений. Вот она, собственно говоря, приводит к понятию надежды, надежды на будущее. Вот интересным, об этом уже мы читали, о надежде, как обосновании всего. Надежды ведь это, когда у меня нет, но я рассчитываю, что оно у меня будет. Я даже не рассчитываю, расчет это более твердая вещь, а я надеюсь, я всего лишь жду, я очень этого хочу. И основание христианской веры и есть надежда. Надежда – это прочный и крепкий якорь для нашей души. Она проникает за ту храмовую завесу, за которую вошел, предваряя нас, Иисус. Что это значит? Надежда заходит за ту грань, которую мы перейти пока не можем. Перейдем однажды, но пока еще не знаем, что за ней. А вот надежда заглядывает туда. Иисус уже прошел через это, прошел через смерть, сказано, прошел через небеса, то есть вошел на самую их высокую ступень. И мы надеемся попасть туда же, мы еще ничего не знаем, но мы уже ожидаем, мы заглядываем. И, собственно, оказывается, именно надежда проводит нас туда, куда мы хотим попасть, еще до того, как мы туда попадаем. Не что-то данное, не какие-то достижения, обряды, формы, культуры, история, традиции. Все это хорошо, но ведет туда только надежда. За ту храмовую завесу, за которую вошел, предваряя нас, Иисус, навеки стал он первосвященником почином Милхиседека. Повторяется, как на восточном ковре, вот в этих узорах одно и то же. И что же такое первосвящение к починам Милхиседека уже было названо? Здесь повторено. Надо объяснить. Объяснено будет в следующей седьмой главе.